По информации отдела ГИБДД ОМВД России по Ненецкому автономному округу, за первые 4 месяца года на территории региона зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий. Основным видом ДТП является столкновение. В январе-апреле 2021 года с использованием комплексов фото-видеофиксации вынесено 1790 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму более миллиона рублей. В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году планируется завершить работы по реконструкции автомобильных дорог на Ринмар-Искателей, улице Ленина на участке от улицы 60 лет СССР до улицы Рыбников, улицы Полярная в городе на Ринмаре, на которых будут выполнены работы по устройству проезжей части, тротуаров, объектов наружного освещения, автобусных остановок и автостоянок. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» Принять участие в голосовании можно на сайте 83.городсреда.ру, а также через волонтеров. Представители волонтерского штаба ежедневно работают в ДК «Арктика», а также выезжают на предприятия и в учреждения по заявкам. В рейтинговом голосовании могут принять участие жители округа с 14 лет. Проголосовать можно только за один объект. Общественные территории будут благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». В Ненинском округе произошло два природных пожара в Лабожском и Макарова. Здесь загорелась сухая растительность. Пожар, возникший в 2-3 километрах от Лабожского, потух самостоятельно. А в районе деревни Макарова были привлечены силы и средства для ликвидации возгорания. Как сообщили в Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, практически половина пожаров в летний период возникает из-за сжигания сухой растительности. Поэтому на природе нельзя оставлять непотушенный костер, поджигать сухую траву, использовать пиротехнику. В Управлении также отметили, что разведение костров допускается только на площадках, окаймленных полосой шириной не менее полметра, очищенной от горючих материалов. Перед уходом необходимо хорошо залить или тщательно засыпать костер с землей. После этого нужно разгрести залу и убедиться, что под ней не сохранилось тлеющих углей. Если пожар все так же возникает, его не удалось потушить самостоятельно, необходимо позвонить в пожарную охрану по телефонам вызова экстренных служб 112, 101 и 01. Портал Госуслуги предоставляет обширный перечень услуг, связанных с вакцинацией от коронавируса. На Госуслугах в разделе «Мое здоровье» жители Ненецкого округа могут записаться на вакцинацию, получить электронный сертификат о ее прохождении, а также сообщить о проблеме, в том числе подать жалобу, если сертификат не приходит. Отметим, электронный сертификат о вакцинации могут получить только пользователи портала с подтвержденной учетной записью. Поэтому перед проведением вакцинации необходимо сначала зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить учетную запись, а уже после делать прививку. Варианты подтверждения учетной записи указаны на портале в разделе «Частые вопросы». Согласно статистике, через портал Госуслуги на вакцинацию от COVID-19 записалось более тысячи жителей региона. О своей проблеме сообщили 60 пользователей, из них 13 – об отсутствии сертификата. Прививку от коронавируса сделали уже более 8 тысяч человек. Компания по вакцинации продолжается. В ближайшее время для жителей поселка Амдерма нормативы твердых бытовых отходов снизятся в 2,5 раза. Такое решение было принято по поручению главы региона Юрия Бездудного после консультации с депутатами окружного собрания. Прибрежный поселок планируется приравнять к сельским поселениям. Сейчас же жители платят за твердые коммунальные отходы по нормативу городского населения. Как было анонсировано, нормативы снизятся в 2,5 раза уже с 1 июля. Напомним, на сегодняшний день ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО для жителей Наринмара в поселках Искатели и Амдерма составляет 115 рублей 27 копеек в месяц на каждого человека, проживающего в жилом помещении. Для сельских жителей в два раза меньше – 50 рублей 27 копеек на человека в месяц. Также почти в полтора раза планируется снизить отдельные нормативы ТКО для малого бизнеса, специализирующегося на торговле. Это должно положительно отразиться и на ценах в населенных пунктах округа. Праздники последнего звонка проведут в спортивных залах школ с участием родителей. Такое решение принято совместно с Роспотребнадзором, губернатором Ненинского округа Юрием Бездудным и Департаментом образования, культуры и спорта после многочисленных обращений родителей в адрес главы региона. Напомним, ранее в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса присутствие родителей на мероприятиях в школах не разрешалось. 28 мая праздничная линейка пройдет в Ненецкой специальной коррекционной школе-интернате, а также в школе Оксина. Для выпускников городских школ, а также школ Нижней Пёши, Тельвиски, Амдармы, Каратайки и Нельминоноса последний звонок прозвенит 29 мая. Школа Хиндиги, Харивера и Устькары – 31 мая. Образовательные учреждения округа могут проводить праздничные мероприятия и во дворах, как это планировалось ранее, и в спортивных залах с соблюдением эпидемиологических требований. Выбор за школами сообщили в профильном ведомстве. В 2020-2021 учебном годах из окруженных школ выйдет 550 выпускников 9-х классов и 237 выпускников 11-х классов. В Ненецком округе началась кампания по доставке детей, обучающихся в Наринмаре, на каникулы в места их постоянного проживания. Первый школьный вертолет в поселение региона отправился 24 мая в западном направлении. Спецрейсом отвезли на каникулы детей в Коткино, Нижнюю Пёшу, Ому, Несь, Чижу, Шойну и Кию. В этот же день в дальние оленеводческие бригады отправили школьников, обучающихся в Неси, а из Шойны детей, проживающих в Киев. 25 мая отвезли детей в Чижу и в оленеводческие бригады, кочующие в Канинской тундре, а также из Омы в оленеводческие бригады и Снопу. 27 мая вертолет в Ость-Кару и Варнак, 29 и 30 мая в плане стоит рейс в Бугрино, Индигу и поселок Каучийский, а также в СПК Харп, 31 мая в СПК Еров. К месту проживания в общей сложности доставят около 300 детей. Это школьники, чьи родители ведут традиционный кочевой образ жизни, а также дети из сельских поселений, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа напоминает о запрете продажи алкогольной продукции на территории региона в День защиты детей 1 июня. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, медовухи, 1 июня действует в соответствии с постановлением об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа. Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного питания. Нарушение вышеуказанных норм ведет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч с конфискацией алкогольной продукции. Помимо Международного дня защиты детей в Ненецком автономном округе, розничная продажа алкоголя запрещена также в День молодежи 27 июня и в День знаний 1 сентября. Редактор субтитров А.Семкин